слава господу дорогая церковь и давайте мы перед тем как перейдем к слову божьему коротко помолимся спать мои благодарны тебе за привилегию быть твоей церкви мы благодарны тебе за то что мы можем сегодня в этот воскресный день слышать твое слово которое способно преображать и изменять нашей жизни мы молим и просим пусть наши сердца сегодня будут открыты будут добрую почвы которая сеется слову пусть наши уши сегодня будут открыты дабы мы могли слышать и слушать слова мы благословляем сегодняшнюю пробовать во имя иисуса христа аминь присаживайтесь и у нас сегодня последний день месяца материальных благословений мы учим проповедуем о благословениях и знаете я долго себе задавал вопрос должна ли вообще церковь учить на тему финансов должна ли вообще церковь касаться финансом или только о духовном мы должны разговаривать о небесах любви к богу и в прошлое воскресенье была молитва ходатаев и знаете ко мне вот я стоял здесь спереди и ко мне как никогда много подошло людей которые говорили у нас проблемы у нас у меня проблемы в бизнесе у меня проблемы дома у меня проблемы у меня я не вылажусь долгов я не могу правильно научиться и знаете я еще раз утвердился церковь должна об этом учить потому что если не будет учить церковь люди пойдут учиться где-то где попало и будут влезать в какую-то беду поэтому я уверен в том что церковь должна учить и об этой сфере нашей жизни непременно знаете на самом деле библия не учит нас куда сколько в какой валюте в какое время вкладывать библия не ничего об этом не говорит возьми столько принеси туда и получишь ровно вот столько об этом там ничего нет библия учит нас каким-то принципам которые помогают нам проживать любое время и времена изобилия и времена скудость я хочу сказать что времена изобилия тоже бывают огромным испытанием для людей не даже бывает порой большим чем времена скудость потому что во времена скудости бежал молился постился на колени падал просил у бога пришли времена изобилия и ну как бы будет время зайду в церковь знаете и сегодняшняя проповедь о том как жить так чтобы вся твоя жизнь не какие-то ее периоды чтобы вся твоя жизнь в равной мере была насыщена благословением чтобы не было знаете как в той истории когда мужик поймал золотую рыбку и она говорит я современная рыбка выполняю одно желание три не выполняю могу одно и он думает ну как же в это одно желание вместить все и дом надо и детям помочь надо и там надо и там надо и он говорит рыбка сделай так чтобы у меня все было она говорит ну иди у тебя уже все было знаете как жить так чтобы было оно не было в прошедшем времени чтобы оно было прямо на сегодняшний день и тема моей сегодняшней проповеди называется небесный депозит небесный депозит знаете депозит депозит это когда у тебя есть за спиной какое-то такое твердое основание у тебя что-то отложено где-то и ты уже так не переживаешь за завтрашний день вы знаете у нас есть на небесах банк который никогда не сгорит в котором тебя никогда не обманут в котором тебя никогда не 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 постигнет какой-то дефолт или еще что-нибудь и вкладывая туда ты будешь жить в благословении всегда я прочитаю место и слова божьего это евангелие от матфея всем нам истории известная история 14 глава с 15 по 21 стих буду сегодня читать ее из разных источников так как на мой взгляд она дополняет разные источники дополняют друг друга когда же настал вечер приступили к нему ученики его и сказали место здесь пустынное время уже поздно позднее отпусти народ чтобы они пошли в селение и купили себе пищу но если из иисус сказал им не нужно им идти выдайте им есть они же говорят у нас здесь только пять хлебов и две рыбы он сказал принесите мне их сюда и велел народу возлечь на траву и взяв пять хлебов две рыбы возрел на небо благословил их преломил и дал ученикам а ученики народу и ели все и насытились и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных а евших было около пяти тысяч человек кроме женщин и детей всем известная история иисус умножает хлеба но знаете очень часто эта история ну я так на нее смотрел узко вот не было ничего вдруг стало много все ели насытились и все опять перестанет быть приходите иисус всех накормит он добрый все будет хорошо но эта история немного не об этом эта история о том какие есть принципы в нашей жизни следуя которым мы можем научиться жить в благословении в постоянстве благословение это не мешок с деньгами это не платиновая карточка которая сегодня есть а завтра нет благословение это что-то что в равной мере насыщает все сферы твоей жизни и все периоды твоей жизни благословение это не когда у тебя сегодня много а завтра нет ничего это не благословение благословение это когда у тебя в постоянстве есть всегда что кушать во что одеться где жить это не так что у тебя есть самый дорогой телефон ну знаете как говорят что иногда стоимость айфонов маршрутки превышает стоимость самой маршрутки у тебя есть самый дорогой телефон но ты живешь в разваленном доме это не благословение благословение когда твоя жизнь насыщена в равной мере и знаете вот какая история ученики приходят к иисусу с конкретной проблемой есть пять тысяч людей которым нужно покушать и в принципе у них есть решение этой проблемы они же не пришли к иисусу и не сказали мы не знаем что нам делать это катастрофа все пропало иисус давай бегом что-то решать они пришли у них есть решение они говорят давай просто отпустим народ они поедят вернуться и мы будем учить их обратно но иисус говорит не 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 подождите вы дайте им есть и на мой взгляд это показывает две ключевые вещи зачем иисус вообще это делает почему он поступает именно так первое иисус хочет показать что он может благословить тебя больше чем ты сам можешь себе позволить я уверен что в этой толпе в пяти тысячах людей были разные люди кто-то мог позволить больше кто-то мог позволить меньше кто-то бы вообще остался голодным кто-то бы купил себе целую телегу хлеба кто-то бы не купил вообще но иисус показывает он может благословить тебя больше и второй очень важный принцип он не будет этого делать без твоего участия не будет так что просто упадет на голову послушайте манна насытила людей но так их ничему и не научила манна насытила людей люди наелись но так ничему и не научились но тут иисус показывает определенные принципы сделайте вот так вот так и вот так и получите вот это вы увидите как это работает итак первая практическая часть наведи порядок смотрите что делает иисус читаю из евангелия от луки из девятой главы эта же история но он сказал ученикам своим рассадите их рядами по пятидесяти первое что делает иисус перед тем как благословить народ он наводит в нем порядок послушайте там где есть хаос там где есть беспорядок никогда не будет благословения благословение начинается с того что в финансовой сфере наводится порядок а не с того что начинается сыпаться сверху откуда-то и потом я уже буду решать эти вопросы потом я наведу порядок потом ты порядок уже не наведешь я думаю когда-то наш пастырь приводил пример абсолютное большинство людей которым на голову упали огромные суммы денег наследство выигрыши в какие-то лотереи абсолютное большинство людей остаются в еще больших долгах через три года так оказывается вопрос не в оказывается не деньги решают не их количество решает а то как ты с ними управляешься то что ты с ними делаешь и первое как навести порядок это как навести вот если у меня нет в этом мудрости может сегодня после молитвы или как-то меня озарит или как-то ночью придет какое-то какое-то озарение не знаю первое это консультация смотрите у учеников была проблема они прошли пришли с этой проблемой к тому кто мог дать совет как поступить вот есть ситуация вот есть вот столько не хватает как поступить и иисус не просто сказал консультация его не закончилась на том что иди работай больше идите работайте и туда у вас будет но иисус показывает пошаговую инструкцию сделайте первое наведите порядок без этого благословение невозможно послушайте я хочу сегодня сказать если в каком в вашей сфере в сфере ваших финансов есть беспорядок вы не знаете сколько откуда как оно тратится где оно лежит знаете эти карман там разные сожмаканные купюры никогда в сфере финансов благословения не будет иисус не бросает в беспорядочную толпу хлеб и говорит ну кому сколько достанется столько берите а кому не достанется то вы непроворные просто вам надо было быть проворней не так это происходит он говорит наведите порядок сначала и лучший способ навести порядок это завести бюджет знаете я до поры до времени я общаюсь с разными людьми из разных церквей у меня много друзей и они говорят вы не представляете какое благословение для вашей церкви учение о бюджете это огромное благословение мне когда-то тоже казалось я помню мне пастырь когда-то первый раз сказал конверты я думаю какие конверты денег бы зачем мне конверты но вопрос в том что твою материальную сферу в порядок приведут не деньги а конверты вот это приведет в порядок материальную сферу твоей жизни и люди сегодня говорят ну это просто время такое сегодня нет никаких возможностей вот если бы было больше возможностей у меня бы было больше я вам расскажу маленький пример про одного мальчика я прочитал о нем в социальных сетях у одного миллиардера украинского я не знаю может вы тоже читали меня он просто сразил и это как раз вот о времени о том что не время о том что сейчас невозможно мальчика зовут тимур ему 10 лет так вот мальчик за вот эти вы каникулы летние сам заработал 2000 долларов он делал дома лимонад выходил и продавал его в парке а денежки аккуратно складывал заработал 2000 долларов но он пошел дальше он написал в социальных сетях одному из украинских миллиардеров и этот миллиардер пишет у себя мы заключили контракт мы открываем для него сеть лимонадных и он будет там директором в 10 лет и кто говорит сегодня о том что нету возможностей не такое время послушайте просто надо навести порядок в том что у тебя есть еще один пример мне один из моих братьев рассказывал он жил с родителями здесь белогородки на кругу есть такое общежитие он говорит когда пошел бум вот это я думаю вы тоже много этих историй слышали бум с продажей земли он говорит двор в нашем общежитии был похож на выставку женевского автосалона говорит если у тебя была машина ниже 100 тысяч долларов с тобой так здоровались так не очень из-за плеча каждый каждый час приезжала доставка техники с большими телевизорами на всю стену с огромными все покупали их деньги он говорит знаешь чем все закончилось абсолютное большинство этих людей сейчас живут в том же общежитии но уже ни машины ни телевизора нету я хочу поделиться одним коротким выводом из этого пункта благословение финансах это не взмах волшебной палочки или результат одной молитвы вот мы сейчас помолимся и как попрет как попрет уже не знаем куда какой-то пастырь говорил метровые кошельки всем надо такие метр на метр благословение финансов это результат упорного труда исследования божьим принципом вот откуда приходит благословение это упорный труд исследования божьим принципом это не волшебство и мы идем дальше второй пункт называется благословляя источник я думаю вы все знаете о учении о десятине о том что десятина она принадлежит господу да и аминь и очень часто люди делают огромную ошибку мне очень часто приходится слышать это когда люди говорят ну пастырь у меня сейчас просто нет возможности отдавать десятину сейчас просто нет я говорю это знаешь все равно что ты сейчас говоришь у меня нет возможности ходить на работу но мне очень надо зарплата ну как это так так у тебя ее никогда и не будет она не появится я открою секрет возможность никогда не появится возможность это то что ты ищешь сам она никогда не появится возможность это то что ты ищешь и ты следуешь этому принципу несмотря на количество финансов у тебя в кармане или в твоем семейном бюджете десятая часть принадлежит господу аминь но я сегодня хочу сказать немножко о другом когда мы заботимся о доме божьем мы вкладываем не просто в себя мы вкладываем куда-то дальше мы вкладываем в поколение мы вкладываем в дом в дома своих детей я вам прочитаю отрывок из библии о царе давиде я думаю все согласятся царь давид был успешен был мудрый царь благословенный бог 1 параллель поминон 29 глава с 1 по 3 стих и сказал царь давид всему собранию соломон сын мой которого одного избрал бог молод и мало силен а дело сие велико потому что не для человека здание сие а для господа бога всеми силами я заготовил для господа бога моего золото для золотых вещей серебро для серебряных и мед для медных и железо для железных и дерева для деревянных камни оникса камни вставные камни красивые разноцветные и всякие дорогие камни и множество мрамора и еще по любви моей к дому бога моего есть у меня сокровище собственное из золота и серебра и его отдаю я для дома бога моего сверх всего что я заготовил для святого дома и вот результат того что сделал давид и сел соломон на престоле господнем как царь вместо давида отца своего и был благоуспешен и весь израиль повиновался ему и все начальники сильные также и все сыновья царя давида подчинили соломону царю и возвеличил господь соломона пред очами всего израиля и даровал ему славу царства какой не имел прежде его ни один царь у израиля отец соломона влаживал в лучшую сферу куда можно вложить в дом божий и поэтому его сын всю жизнь жил в благословении послушайте я недавно буквально пару дней назад прочитал мнение экспертов украинских какая сфера для инвестиций на сегодняшний день самая благоприятная самая лучшая и дает самый высокий уровень дохода это недвижимость но я сегодня хочу сказать о другом самое лучшее вложение для христианина это дом божий когда ты вкладываешь в дом божий когда ты вкладываешь в развитие дома божьего послушайте и сегодня вот эта стройка которая есть у нас это возможность вложить в будущее ваших поколений и моих в том числе мы строим дом богу а бог будет строить нам дома и нашим детям и нашим семьям послушайте это та инвестиция которая никогда не прогорит это та инвестиция которая никогда не обманет это та инвестиция которая будет всегда стабильно это депозит который будет храниться вечно и будет наполнять твою жизнь в тот момент, когда в нее придет пустыня. Благословение – это источник для твоей жизни. Благословение Дома Божьего – это источник для твоей жизни. И мы идем дальше, и третий пункт моей проповеди, он называется «Заботься о других». Притча, 11 глава, 24-25 стих. «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, однако же беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Послушайте, эта история не просто о том, как Иисус позаботился о народе и восполнил его нужды, дал им покушать. Это история, в которой Иисус учит своих учеников. Почему Он говорит, вы дайте им есть? Не я дам им есть без вашего участия, сейчас я сам все решу. Он говорит, вы дайте им есть. Он учит последователей в том, что вы должны поучаствовать в жизни другого человека. Вы должны научиться быть благословением. И сегодня я хочу сказать, что такое было пять хлебов и две рыбки для пятитысячной толпы? Да ничего. Иисус говорит, с тем, что у тебя есть, ты уже можешь быть благословением для кого-то. С тем, что у тебя есть прямо сегодня, может быть, у тебя есть совсем немного. Это история не о количестве. Это история о том, как ты распоряжаешься тем, что у тебя есть. С тем, что у тебя есть прямо сегодня, ты можешь стать благословением для кого-то. Вы задумывались вообще когда-то об мальчике, чьи были эти пять хлебов и две рыбки? В принципе, у этого мальчика было самое лучшее положение среди всего этого народа. У него все было. У него было пять хлебов и две рыбки. Какая ему разница, поедят, не поедят? Я-то поем. Я вот задал себе вопрос. Интересно, он пожалел о том, что он сделал? Я думаю, нет. Блажение давать, нежели принимать. Знаете, я думаю, мы сегодня, сегодня прошло тысячи лет, в тысячах церквей, на сотнях тысяч проповедей вспоминают этого мальчика. Знаете, о чем это говорит? О том, что ты посеешь, то, что ты посеешь других людей, никогда не будет забыто Богом. Бог никогда этого не забудет. Я думаю, этого мальчика очень хорошо знают на небесах. Он бегает там, и все говорят, вот это тот мальчик, благодаря которому пять тысяч людей покушало. Блажение давать, нежели принимать. Я хочу поделиться одним очень важным откровением. То, что ты посеешь в себя, принесет тебе пользу. То, что ты посеешь в других, принесет тебе благословение. Послушайте, то, что ты посеешь в себя, оно восполнит твою нужду сейчас. Но благословение наполнит всю твою жизнь. Мы должны научиться замечать нужды других людей. И научиться вкладывать в них. Потому что это наполняет нашу жизнь. Я вам расскажу одну историю. Возможно, я ее уже рассказывал. Когда-то больше десяти лет назад мы работали на строительстве одного дома частного. И так получилось, что мы работали на втором этаже. А на первом этаже работали ребята неверующие. И вот, ну как неверующая бригада, строители, они там каждый вечер себе какие-то угощения, выпивания, все вот эти дела. И они нас все время приглашали. Приглашали, приглашали. И мы так все время культурно, да нет, да нет, да нет, да нет, отказывались. И они уже потом так, прошло время где-то, несколько недель, они уже прям так настойчиво нас пригласили. И говорят, так, давайте рассказывайте. Что такое? Что вы не пьете, не курите? Мы вас приглашаем, вы постоянно не приходите. Вот эта история про вы нас не уважаете, там, и тому подобные вещи. Знаете? Ну, мы им начали рассказывать о Господе. Мы начали благовествовать им, говорить. И слушайте, ну, я один раз в жизни всего лишь, я верю, что так будет еще раз, я один раз в жизни увидел, как Бог совершил просто огромное вот такое чудо. Люди настолько загорелись, я такой жажды не видел ни одного раза еще. Они нас до трех часов ночи просто не отпускали. А расскажите нам об этом. Мы уже пошли Библии взяли, уже из Библии им читали. А расскажите нам об этом. А расскажите нам об этом. И мы проповедовали, проповедовали, проповедовали. Но я сейчас не об этом. И следующим утром приключилась такая история. Этих ребят, прораб, который работал на строительстве этого дома, он их обманул. Он не заплатил им зарплату. Это был 2008 год, как раз период кризиса. Он не заплатил им зарплату. Они все семейные были. И он просто их выгнал. Выгнал без денег. Выгнал с вещами. И вот они уже уходили. И один из этих ребят, а мы так стояли на пороге дома, один из этих ребят развернулся, прибежал, достал 100-долларовую купюру и говорит, я хочу посеять в то дело, которым вы занимаетесь. Вы делаете правильное дело. Давайте у вас дать им славу Господу. И знаете, я, первое, что мне пришло... Я, конечно, был так ошарашен немного. Первое, что мне пришло на ум, я ему говорю, послушай, ты увидишь, как Бог тебя благословит. И прошло буквально несколько дней. И мы смотрим со второго этажа этого дома. По дороге идут эти ребята с сумками назад к дому. Мы вышли и говорим, а что такое? Мы не знаем, как это произошло. Мы не знаем всей истории. Но они рассказывают нам. Хозяин этого дома выгнал этого прораба. Нашел телефоны, номера телефонов этих ребят. Сам обзвонил их всех. Сам обзвонил их всех. Говорит, я рассчитаюсь со всем, что вам должны. Повышу все расценки, по которым вы работали. Пожалуйста, вернитесь ко мне на работу. Послушайте. Если мы сеем в Божьих людей, если мы сеем в Божий дом, то Бог вступается за нас. Бог вступается за нас. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Не разбрасывайся благословениями. Оно, может быть, звучит так как-то странно. Вы задавали себе вопрос, зачем Иисус? Говорит, соберите все в короба назад. Какая разница, что с этим будет? Ну, все поели, все насытились, все хорошо. Но он говорит, не-не-не, подождите. Все, что осталось, соберите, сложите аккуратненько и пересчитайте. Второе Петра, первая глава, пятый стих. Но вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительность. Я вам расскажу одну историю. Буквально на этой неделе я посмотрел одну передачу. Я сразу хочу сказать. Я не призываю никаким действиям. Я не призываю делать, не делать так. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Но этот пример очень ярко иллюстрирует о том, как иногда благословение, в кавычках, может послужить не очень хорошей услугой. Эта история, эта передача была о детях-сиротах, не в нашем государстве, в соседнем государстве. О том, как о них заботятся, пока они находятся в детском доме. И потом, после 18 лет, их выпускают из детского дома и дают им квартиры, но не дают им абсолютно никакого навыка к жизни. И абсолютное большинство этих детей в итоге остаются и без квартир, и без денег, и без каких-либо навыков к жизни. И вот один эксперт, который там говорил, он говорит, самая большая проблема в том, что до 18 лет, пока дети находятся в детском доме, им все привозят и дают просто так, и ничему не учат. Им просто дают, 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 дают. И они настолько к этому привыкают, что когда приходит в их жизнь момент, когда они должны принимать какие-то решения, что они должны воспользоваться тем, что есть, они просто не умеют этого делать. И я хочу сказать вам сегодня, благословение, призваны покрывать нужды, а не восполнять какие-то желания, прихоти. Иногда мы в своей доброте помочь человеку, мы вредим ему, мы хотим покрыть и ту, и ту, и ту, и ту нужду, но человек так и не учится ничему. Манна ничему не научила людей. Послушайте, благословения иногда выглядят не так, как мы их себе представляем, но они способны произвести большие перемены, чем мы можем ожидать. Благословения призваны приносить перемены в твою и мою жизнь. Не просто восполнять сиюминутные потребности, не просто восполнять какие-то желания, какие-то прихоти, благословения призваны научить тебя и меня жить, а не выживать. Апостол Павел пишет и говорит, я научился жить в скудости и научился жить в изобилии. Не выживать, а именно жить в скудости и жить в изобилии. Библия призвана научить нас жить, а не выживать. И если мы будем следовать этим принципам, я подведу итог всей проповеди. Первое. Благословение – это не волшебство. Благословение – это труд. Послушайте, иногда рай, рай, Эдемский сад. Людям представляется, как гамаки, все качаются. И у тебя только это, на телефоне сообщение. Ваш счет пополнен, бум-пум-пум. И все качаются дальше. Вырабатывают энергию. Но если вы вспомните, если вы вспомните, то в раю надо было трудиться. Это было место труда, от которого ты получал удовольствие. Благословение – это не волшебство. Второе. Главный источник – это Бог. Главный источник всего – это Бог. Третье. Жертвенность – это правильный выбор. Послушайте. Если вы сегодня жертвуете, знайте, вы не ошибаетесь. Сейте в Божьих людей. Сейте в Божьи проекты. Вы точно не ошибаетесь. Вы увидите огромное воздаяние в своей жизни. И четвертое. Доброта – это не безрассудность. Доброта. Наша доброта должна быть рассудительной. Вместе с тем, что мы благословляем людей, мы призваны к тому, чтобы научить их чему-то. Научить точно так же Божьим принципам. Если ты кого-то благословляешь, если ты кого-то решил поддержать, научи его, как этим распорядиться. Давайте мы сейчас встанем. Послушайте. Если в вашей жизни, в вашей сфере финансов, есть абсолютный беспорядок, примите прямо сегодня решение. Записаться на консультацию, не знаю. Пойти за советом. Научиться следовать принципам. Не придут благословения. Благословение – это не мешок с деньгами. Это не благословение. Мешок с деньгами очень часто служит проклятием. Если вам нужно навести порядок, если по какой-то причине вы разорвали вот эти отношения с Богом в почитании Его дома, примите сегодня решение восстановить, и вы увидите, как ваша жизнь начнет налаживаться в материальной сфере. Примите сегодня решение жертвовать, потому что это лучшая инвестиция, которую вы можете себе представить. Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, Боже, за то, что Ты наставляешь нас, за то, что Ты благословляешь нас. И сегодня мы благословляем Твой народ во имя Иисуса Христа, дабы каждая сфера нашей жизни была наполнена Тобою. Ты есть полнота, все наполняющая, так говорит Слово Твое. И мы благословляем, дабы все сферы нашей жизни, они были под благословением Твоим во имя Иисуса Христа. Дабы мы не испытывали нужды ни в чем, Боже. Дабы наши дома, они были полную чашу, мы их благословляем сегодня во имя Иисуса Христа. Мы молим и просим Тебя, благослови наши дома и наши семьи, благослови каждого человека, кто жертвует Божьим. Восстай в тысячу крат, Господь. Мы благословляем, Боже, сегодня Твою церковь во имя Иисуса Христа. Аминь. Знаете, перед тем, как мы свершим нашу последнюю молитву, я хотел бы поделиться небольшим откровением. Я не претендую на абсолютную истину, но я хотел бы задать сегодня вопрос. Вы, читая эту историю, хоть раз спрашивали себя, а ел ли вообще Иисус? Я нигде не прочитал, ел ли вообще Иисус? И в этом его сердце. Он пришел ради того, чтобы насытить Твою жизнь. Он пришел, ничего не требуя взамен. Он пришел, не выдвигая никаких условий. Просто пришел, дабы насытить Твою жизнь. И сегодня, может быть, вы первый раз на подобном служении. Может быть, вы не первый раз, но вы никогда еще не молились молитвой покаяния. Может быть, вы молились и были в церкви какое-то время, но по какой-то причине вы отступили от Бога. Сегодня время вернуться к Иисусу. Выходите сюда вперед. Выходите. Послушайте. Иисус пришел для того, чтобы преобразить, благословить и изменить вашу жизнь. Если вы чувствуете, что в вашем сердце звучит этот призыв, может быть, вы стоите на балконе или под балконом или в малом зале, и вам этот путь, он кажется таким длинным. Послушайте. Идите, оставляйте ваше место. Не бойтесь кого-то потревожить, кто стоит с вами рядом. Не думайте о мнении людей. Просто выходите вперед. Иисус ради этого пришел. Иисус пришел ради того, чтобы ваша жизнь она не была покалеченной. Иисус пришел ради того, чтобы ваша жизнь она была полна благословений. слава Господу. Слава Господу. Может быть, прямо во время молитвы вы будете чувствовать, вам нужно выйти. Не стесняйтесь. Не бойтесь. Выходите вперед. Драгоценные те, кто вышли. Еще люди идут. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Драгоценные те, кто вышли. Я не прощаю грехи, равно как и любой человек в этом зале. Прощает грехи Бога. И поэтому давайте сегодня мы в этой молитве, вы просто повторите ее за мной. Мы обратимся к Богу, который способен полностью изменить и преобразить вашу жизнь. который способен насытить ее своими благословениями. Давайте мы закроем глаза и просто повторим эту молитву. Дорогой Иисус, я прихожу к Тебе такой, какой есть. И прошу, прости меня. Прости всю мою жизнь без Тебя. Прости мне мои грехи, осознанные и неосознанные. Я открываю сегодня свое сердце. И прошу, войди в Него. Посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте мы совершим молитву. Господь, мы благословляем этих людей. Мы благословляем, чтобы власть греха была разрушена в их жизни раз и навсегда во имя Иисуса. Мы молим и просим, возьми их за правую руку, проведи их по жизни, Боже, и дай им встретиться с Тобой в небесах. Мы благословляем их сердца и их жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова